Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Сашка. Всем привет! И, конечно, Дашка. Здравствуйте, дорогие, дорогие друзья. Настроение сегодня разговаривать, как о Регине Дубовицкой. А вы знаете, кто это? Наши юные слушатели. Да, наши юные чудесные слушатели. Чё, как? Да нормалды, нормалды. Первый день в шортиках. Ну, первый день в школе. Нифига себе. В шортах уже хожу, всё. Ишь ты, подишь ты. А я не в шортах. Но зато в топе и рубашечке. Моднявая. Ну да, это Кая сегодня. Рубрика «Во что мы одеты» закончена. Да, как вы видите. А теперь постоянная наша рубрика «Почта в описании выпуска». Наша почта в описании выпуска там находится. Всё ещё есть. Да, она всё ещё функционирует. Пишите туда свои письма, задавайте вопросы про отношения. Что-нибудь почитаем. Ну что, тогда я сразу к делам перейду. А то час поздний уже, знаете ли, пишемся в два ночи. Мы такие. Да. Привет, ребята. Привет. Есть вопрос, который претендует на звание самого кринжового в этом году. Ну-ка, ну-ка. История такая. Я встретила парня, начали общаться. Всё вроде было хорошо. Он красивый, ухаживает, шлёт мне все эти милые доброе утро и спокойной ночи. В общем, вроде всё замечательно и человек он хороший. Но, как и всегда, есть одно огромное но. Даже в этом предложении есть целых два но. Даже два. Тут так и написано дальше. Первое. Он младше меня на пять лет. Тут я себя успокаиваю тем, что любви покорны все возрасты. Что это просто цифра, что я не старая и всё классно. Если он совершеннолетний. Так что это вроде даже и не проблема. А ещё он слишком требовательный. Мне не хватает пальцев на обеих руках, чтобы перечислить всё, что ему нужно от девушки. По его словам, она должна уметь готовить, любить уборку. Любить уборку? Это вообще как? Что? Хорошо зарабатывать. Неверный ответ. Хорошо зарабатывать, быть всегда красивой и ухоженной. Кроме этого, должна быть шлюхой на кухне и хозяйкой в постели, как говорится. А он как бы лопатой по хребту он не хочет. Извините, ну просто столько требований реально. Причём все эти требования он так легко озвучивает, как бы просто в разговоре, не прям по отношению ко мне. Но я же понимаю, что это не норма, что рано или поздно все эти упрёки полетят в мой адрес. Я попыталась как-то аккуратно поговорить с ним, поспорить, что, мол, не должна девушка всё это никому. Но он пропустил всё мимо ушей. Кстати, сам он не то, чтобы Тимоти Шаламе в плане социального успеха. Вопрос у меня такой. Как ему сказать, что такое поведение – это неадекватно, инфантильно и вообще перебор? И вообще, есть ли надежда, что эти отношения перерастут во что-то серьёзное? Или лучше сейчас всё прекратить? Блин, вот мне бы помогло сколько им лет? Ну, как помогло? Ну, давай представим, что... Более такую полную картину бы, наверное. Ему 23, ей 28 получается. Интересно. Ну, я, конечно, обожаю все эти требования. Не только по отношению к женщинам, но и по отношению к мужчинам. В целом отношениях, да. Многие так любят делать. Типа, он должен зарабатывать миллиарды в месяц. Мужчина по факту обязан. Да, обеспечивать меня, чтобы я там то, сё, или он там должен... Ну, короче, да. И женщина... Как женщина не готовит? Это вообще немыслимо. Это вообще что за женщина? Не, меня бесит больше вот это вот, что она должна любить уборку. Ну, любить уборку – это, извините меня, это что за мазохизм? Это как так-то. Слушай, мне кажется, я не знаю ни одного человека, который прям любит уборку. Я знаю людей, которые любят некоторые моменты в уборке. Я знаю людей, которые любят мыть посуду. Я лично люблю мыть окна. Да кто ты такой? Я вообще ничего не люблю мыть. Вот. Но это не значит, что я это делаю постоянно. Мне просто нравится это делать. Ну вот, да. Вот ты должна быть ухоженной, любить уборку, ещё и зарабатывать хорошо. Офигенно. А ты что всё это время должен делать? Как пасточка сидеть на всё готовенькое, и вокруг него вот как пчёлка она летает. Вот он, цветочек наш. Нежный. Ага. Ну, для меня, честно говоря, сразу это один из таких звоночков, чтобы... Да, да, такой красный флаг. Да, как-то пересмотреть, а тот ли это человек. Я не говорю, что сразу всё, бросайте его, уходите, он дурак. Но присмотреться, наверное, есть к чему. Но это неисправимая штука. В плане того, что это, скорее всего, какая-то, знаешь, неправильная установка у него в голове. Это же впитывается годами такое. Такая типичная, такая ультрамужицкая штука. Но она может и развеяться из головы тоже. Ну как? Это можно сделать. Ну вот на примере моих отношений. В начале моих отношений я вскользь слышал от Вики, что, типа, блин, круто, когда парень в отношениях, знаешь, решает абсолютно все её проблемы. Это не круто. Да, блин, да круто. Это круто. Это круто. Нет. Это круто. Нет. Нет. Взрослые, адекватные люди проблем не создают. О-о-о-о, блин, как мы заговорили. Да-да-да. Вот. Ну и в целом отношения, которые построены вокруг одного человека, это так себе. Ну да, нет, согласна. Я как бы шучу, что... И если решать проблемы, ну вместе. Вместе, вместе, супер, я обеими руками. И я это протолкнул, и в итоге всё... Видишь, в сианических фильмах это вот всё показывается, что он весь такой классный, а она такая вся... Ну и давай вот вспомним, что девчонки в подростковые годы, вот в твои подростковые годы смотрели. Три метра над уровнем неба. Я так и не смотрела. Ну да, смотрели. Ага, класс. Я не знаю, о чем этот фильм. Вот, вот, посмотри. Я не хочу. Это очень угарно. Вот, будучи взрослым человеком, смотреть. Я просто сажу, наверное, по популярности фильма, там, не знаю, каких-нибудь 50 оттенков серого, где, ну, девочки любят его, ну, не то, чтобы все девочки его любят, но... Много. Многие девушки его любят. Ну, это такой бесцельный, конечно. У меня несколько подруг, которые тащатся от этого фильма, и говорят, смотри, какой он классный, он всё там, типа, делает, всё решает, он, типа, ну, она вся такая, там, это, а он весь такой классный. И я такая, вы серьёзно, что ли, ну, это же как-то странно. Я долго думал насчёт вот этих фильмов, которые девчонкам показывают вот эту вот идеальную жизнь с идеальным парнем, и вот это вот всё, чтобы они вот это... И я думал, а есть мужская аналогия этого всего? И я понял, что есть. И что это за фильм? Это особый раздел в аниме, Гаремники, Кентая. Я не знаю такого. Где парень живёт среди кучи девушек, и они такие прекрасные, а он такой обычный, и они все его любят. И все его хотят. Все его хотят, и я такой, а, вот, ну, вот, да, да, тоже вот такая, знаешь... Стандартная мужская фантазия. Да-да-да, фантазия, фантазия. Ну, это же нужно понимать, что это фантазия. Ну, если возвращаться к письму, и там про требования, ну, тоже надо, как бы, иногда понимать в плане того, что, знаешь, люди много что хотят. Да. Много там считают, что это правильно, это неправильно, но реальность, как бы, немножечко другая. Это как, помнишь, выпуск, где мы разговаривали про типажи, что там девушка писала, что у него типаж, там, ну, условно говоря, темноволосые, грудастые девчонки, а я блондинка, и, ну, не такая уж и грудастая. Но он, типа, в нее влюбился. Ну, вот это, мне кажется, то же самое. Типа, женщина должна там то, мужчина должен это, но потом вы сходитесь и, как бы, уже притираетесь. То есть, ты уже видишь, что, может быть, она не так сильно любит, не знаю, заниматься домом. Ну, вот такая она. Ты же ее, блин, любишь не за то, что она обожает уборку. Человек и его мысли, они непостоянные. Они меняются. И человек меняется, и его мысли меняются, и мировоззрение меняется, и так далее, и тому подобное. И вкусы тоже. Ну, да, и мне кажется, что когда, ну, типа, что когда, знаешь, они в реальности начинают все встречаться, все их требования сразу как бы немножечко отходят на второй план и становятся больше, ну, фантазиями какими-то, ну, такими. Ну, это, знаешь, это все как в интернете, типа, в анкетах. Если ты меньше 185 сантиметров, не пиши мне. Не пиши мне, если ты там такой-сякой. Если там еще что-то, привет, как дела, сразу отбой, все. Ой, да, я, слушай, я когда сидела в приложении для знакомства, я этого вообще терпеть не могла. Когда они пишут, если ты там что-то, что-то не пиши. Если там ты такая-то, мимо. Да, да, да. Или еще что-то, или там ты такая-такая, и вот такая-вот такая. Типа, мы с тобой, да, смэтчимся. Это очень сложно начинать, знаешь, сразу знакомство с каких-то претензий. Да, и я просто, я сразу их, типа, отклоняла, потому что, чувак, ты уже, вот, типа, мы еще не общались, ты уже бесишь. Да, 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 да. Как это возможно? Да, и это очень неприятно. Ну, просто я понимаю, что если человек с этого начинает разговор, то у нас диалог вообще не выстроится. И неважно, причем, какое требование само по себе, вот именно требование, да, я уже должна чему-то соответствовать. Вместо того, чтобы, блин, показать, вот, я вот такой человек, вот, описать свои какие-то интересы, мне вот что-то такого хочется. Ну, послушай, по сути, он этим самым описал. Я вот такой человек. Ну, да, да, да. Вот, да. Ну, да, а если еще у него на аватарке, ну, если у него еще там фотография, где он факт показывает в кадр, это вообще... Как я ненавижу эти фотки, когда они стоят и показывают мне факт. Ну, и что вот, мне должно быть от этого... Какой ты крутой, господи, боже, факт показываешь. Тебе 13, что ли, блин? Чувак. Читала Дашка. Ну, это просто, ну, я вот, знаешь, я выбираю себе партнера, да, смотрю, вот, симпатичного парня еще, но он мне на фотке показывает факт. Я это как-то воспринимаю, ну, типа, я понимаю, что это, ну, не мне лично его показывает. Ну, да, это он показывает, какой он брутальный. Ну, типа, блин, вот для меня это тоже какой-то вот фоложочек, что ты дурак какой-то. Ну, для меня это, вот, он так показывает, что он весь такой брутальный, весь такой бунтарь-хулиган, но это выглядит как... Как будто бы им 13. Как будто чуваки, не обладающие большой мышечной массой, вот так вот дуются и несут вот эти невидимые арбузы, знаешь? Это вот так и выглядит. Это выглядит нелепо. Это смешно. Да, да. Я безумно рада, что ты затронул тему анкет в приложениях для знакомств, потому что спонсор нашего выпуска это приложение для знакомств Мамба. Мы уже говорили о нем в прошлом выпуске. Значит, в Мамбе есть система тегов, которые помогают отсеять подобные анкеты с вот этими, если ты такая, если ты не такой. Блин, там должно быть так требование. Типа, сразу нет. Да, да. В общем, если настроить приложение, то это поможет вам не видеть анкеты вот этих людей, которые вам неприятны. Более того, можно настроить приложение так, что вы сможете общаться только с тем человеком, кого лайкнули. И это поможет вам избежать нежелательного общения, опять же, и минимизировать вообще, в принципе, какой-то негатив во время поиска. Привет, как дела? А ты пошленькая? О-о-о! Нет! Господи, какой ужас! Чудовищно. И вот помнишь, в прошлом выпуске девушка писала, что стесняется пользоваться приложениями для знакомств и все такое. Но это же, наоборот, даже в некоторой степени удобно. Ты можешь заранее как бы проскринить немножко человека. Ну, то есть, ты уже смотришь на его анкету, да, что там написано, и уже плюс-минус, ну, хотя бы поверхностно понимаешь, тебе интересно или нет. А вот в жизни, когда к тебе подходит человек-знакомец, ты же, ну, не сразу можешь прочекать какие-то такие штуки. То есть, он же не сразу к тебе подходит и говорит, так, значит, если ты любишь уборку, хорошо зарабатываешь, шлюха на кухне хозяйка в постели, то мы с тобой смэтчимся. Они же так не делают в жизни? Конечно, нет. Обычно такие как раз такие, о, привет, прикольная рубашка, вот, это роза одна одинокая в пакете тебе. Ну, вот, да, поэтому, если вы также все еще боялись попробовать приложение для знакомств, вот, попробуйте Mambo, настройте теги, расскажите, как оно у вас работало. Супер. Ну, вернемся к письму, вот, как сказать человеку, что это неадекватное поведение и все такое. Вот, мне кажется, нельзя переубедить, вот, и говорить человеку, что это неадекватно, это ненормально, это инфантильно, ну, потому что, может быть, в силу возраста, ну, типа, он инфантильный. И, ну, по-другому, он, может быть, сейчас не может себя вести, я не знаю. Просто я не знаю, сколько ему лет, опять же. Ну, да, да. Если 18, допустим, то даже как-то логично. В принципе, понятно. Потому что я помню себя в 18, у меня тоже в голове были какие-то требования, знаешь, типа, блин, моя девушка должна быть вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, а я какой при этом? Ну, я вот, ну, какой-то. Я думала, твое требование, моя девушка должна быть. Нет, это спустя годы разочарований. Ну, когда бы это, попустился, да? Да, 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 я такой, ага. Ну, еще я тоже не понимаю, он, типа, встает и каждое утро вам озвучивает свои требования, типа, напоминает или что? 6.00, будильник звонит, и он такой, повторяю, ты до сих пор не! И дальше по списку. Ну, я бы, наверное, не бесилась бы с этого, вот, как-то, знаешь, пропускала бы мимо ушей, ну, типа, если он мне говорит, ты должна любить уборку, там, еще что-то, такая, ага, конечно, хорошо. Ну, да, это может быть, на самом деле, просто разговор, который абсолютно ничего не значит. Обязательно я буду любить уборку, а когда ты будешь любить быть миллионером? Вот тогда и поговорим. Либо на шутку как-то вот сводила, типа. Ну, да, ну, вот я на шутку сводил, что вот это проблемы решать. Ну, честно говоря, я не сталкивалась с тем, чтобы кто-то из моих парней или недопарней, ну, вот, как-то мне предъявлял, типа, ты должна что-то там. И, ну, никто никогда мне не говорил, что, ну, мне кажется, у меня на лице написано, типа, слышь ты, что сейчас скажешь, блин, получишь, блин, вот такое. Все как дамки, свертугановщи. Да. Ну, в общем, да, я бы либо как-то пропускала мимо ушей, вот так, типа, ага-ага, хорошо, вот, либо там переводила на шутку, ну, либо, мне кажется, в таких моментах, ну, вот, я просто не понимаю степень, как у них там не клеится. Ну, то есть, он говорит, что она должна любить уборку, а она, допустим, прям вообще ненавидит убираться и прям вообще никогда не убирает, например. Ну, слушай, ну, вообще никогда не убирать, ну, тоже странно. Ну, предположим, да? Ну, типа, ему приходится прибираться, например, потому что она этого не делает. Ну, вот, если все настолько, ну, в быту вы не клеитесь, то, скорее всего, ну, отношения у вас там рано или поздно, значит, ну, будут разлаживаться, и вы разойдетесь. Ну, потому что вообще вот, ну, никак. Ну, да, бытовой вопрос, на самом деле, в отношениях куда более значимый, чем кажется. А вообще, ребята, обращение ко всем. Будьте проще. Да. Что за требования, не требования? Да, да. Мы же на работу устраиваемся, ну. Что такое? Я не понимаю до сих пор, почему все это начинается как будто бы с требований. Вот, типа, если ты такой, и не подходи ко мне. Ну, елки-палки. Ну, мне кажется, у человека могут быть, да, предпочтения. Ну, предпочтения предпочтениям. Ну, типа, это все можно куда более экологично подать. Ну, мы не умеем. Ну, вот, например, например, высокая девушка. У высоких девушек проблема, они часто выше парней. И ей бы хотелось, чтобы парень был чуть-чуть повыше, чем она. И, соответственно, она ищет себе высокого парня. И вместо того, чтобы написать, если ты ниже 185 сантиметров, и не подходи ко мне, можно написать, мне нравятся высокие парни. Хотя бы так, понимаешь? Ну, потому что некоторые считают, что если у него рост 180, он уже высокий, например. Но здесь все равно тоже можно, я согласна, можно просто по-другому сформулировать. Хотя бы не так негативно. Да, ну, там, что я ищу там парня от, например. И можно даже это как-то подобъяснить. Типа, я высокая девушка, и хочу высокого тоже парня. Ну, я согласна, да, что это можно... В свои великандии такие. Можно более дружелюбно сформулировать это все и не быть такими, типа, эээ. Ну, да. В общем, ну, как-то так. Попроще, попроще. Да, шу, шу вот это вот. Все мы люди. Ну, второе письмо. Привет, ребята. Пишу вам не первый раз и радуюсь, как ребенок, прочтению моих писем и каждой вашей шутки по их поводу. Возникли проблемы в коммуникации с мужем, недопонимаем друг друга. С моей стороны, и я реально это замечаю, неумение вести диалог, а с его, на мой взгляд, перетягивание одеяло на себя и интересы своей семьи. Поженились перед переездом в другую страну, но в итоге он уехал один. Он уехал один, предложив расстаться, а через два месяца поговорить на эту тему. Типа, вы поженились, и он уехал один. Он уехал один, предложив расстаться, но вы, я не понял, они расстались в итоге или нет? Через два месяца, как бы, он предлагает ей поговорить. Мне это показалось тактичным способом попрощаться, поэтому я начала забывать его. Он также говорил вещи вроде «я уже не верю в тебя и не верю в себя рядом с тобой». Но вышло так, что уже на второй день пребывания в новой стране позвонил и предложил приехать попробовать еще раз. Не сразу, но я согласилась. Теперь у нас те же проблемы в отношениях, но в новой локации. Плюс, я только начавшая остывать и жить своей жизнью, чувствую новую подпитку моих чувств. Не то, чтобы все было совсем плохо, нам по-прежнему большую часть времени хорошо вместе, классный секс. Я уже не так долго обижаюсь из-за каждого пустяка и мирюсь первая. Он стал терпимее к нашим различиям. Я знаю, что каждая пара уникальна, и что то, что может сработать для одной пары, может не сработать для другой. Но я все равно хотела бы услышать ваши мысли и рассуждения. А еще посоветуете, может, книги, видосики и любые материалы на эту тему. Пусть это не станет магической пилюлей именно в наших отношениях, но я улучшу свои навыки переговоров и коммуникаций. И еще, Саша, ты в длительных отношениях. Как часто ссорятся люди в таких отношениях? И главное, как они остаются в них после непониманий и обид? Ну, тут сразу отвечу. Все зависит от двух конкретных людей в этих отношениях. От их темперамента, от их характера, от их открытости какой-то и всего прочего. Конечно, ссоры бывают. Конечно. При условии, что мы оба неконфликтные люди, мы скорее такие. Будем молчать и накручивать себя. А потом поговорим. Вот так. Поговорили, успокоились. Все. Нет, ты неправильно сказал. Узбогоились. Почему-то вспомнился старый мем. Ах, Даша, звонили из 2016-го. Сказали, узбогоется. И перезвонить бабу же. Ой, елки-палки. Ой, простите, что ты сегодня ностальгия накрыла? Привет, медведь. Привет. Ой, елки-палки. Ну так и что? Фу, что я говорил? Брату тебя. Меня не остановить. Все. Ладно, давай. Да, естественно, пары часто ссорятся, какие-то недопонимания всегда возникают. Это абсолютно нормальный процесс. Нужно всегда разговаривать, разговаривать открыто, разговаривать не с позиции претензий, а с позиции, я переживаю за наши отношения, мне кажется, что вот мы там, не знаю, отдаляемся условно. Или еще какая-то там другая проблема. И это обсуждать. И оба должны быть настроены друг к другу навстречу. Типа какой-то компромисс тогда очень быстро находит. Ну вот я понимаю, что поговорить это классная идея на все 100%. Но часто бывает так, что один из участников союза... Не хочет говорить. Да, не готов разговаривать, не умеет, не хочет. Что случилось? Ничего. Ну, не то чтобы ничего даже, понимаешь. У меня, допустим, есть знакомые. Ну, они тоже там пара, все дела. Там мужчина категорически вообще не умеет, не хочет разговаривать. Ну, как бы со слов, да, девушки. Она типа вроде как такая, давай обсудим. Но разговор не клеится, он быстро перерастает в ругачку. Потому что, ну, я не знаю, как они коммуникацию тоже свою строят. Может, это взаимные претензии постоянные. Ты не делай что, а ты... Вот это вот все, да. Но просто вообще сам факт, когда один человек не настроен, это кажется таким провалом разговора, что ты просто, ну, типа, ничего не добиваешься этим разговором. Как со стенкой поговорил, и типа, а что толку? Ну да, естественно, это причем бывает у всех вообще, когда один человек чуть-чуть, знаешь, где-то обижен, накручивает себя, но пока еще не готов поговорить. Подождите, подождите. Человек сформирует свои мысли в кучку, сделает из этих обидок, недомолвок, предложение, возможно, не одно, и озвучит вам его. Ну да, согласна. А по поводу коммуникаций, значит, ситуация случилась. Не так давно, сюрприз, я вступила в отношения. Спасибо. И вот, значит, недавно была, ну, не то, что ни ссора, ни конфликт, ну, недопонимание, в общем-то, случилось. Это поэтому ты с фингалом? Это нет, это я на тусовку ходила. А. Так вот, мы тоже такие, надо поговорить. И я, значит, объясняю свое поведение, а мне говорят, меня не устраивает это объяснение. И я такая... Подождите-ка, а всегда всех устраивало. И я такая, опа, а что? А как дальше? То есть я не понимаю, как мне человеку объяснить так, чтобы его это устроило. Я просто такая... И я такая... Я говорю, а что ты хочешь услышать? Вот. И он типа, ну, какой-то там... Почему ты вот поступила так? Я же уже сказала. Почему? Я говорю, я лучше уже не скажу. Это максимум. Да, и я просто говорю, слушай, я все утро думала, как это вот сказать? Вот, это лучший вариант, поверь мне. Все остальное еще хуже. Этот ретроградный Меркурий, блин. Ну, там тоже объяснение такое... Пук, сренька, вот такое. Ну, то есть я тоже поняла, что вот эти вот навыки коммуникации, когда тебе нужно там что-то объяснить так, чтобы до другого дошло. И плюс, чтобы от этой коммуникации вообще был какой-то итог. И это реально сложно. А по поводу советов, что почитать или посмотреть, или там еще что-то такое, книжек про коммуникации я, к сожалению, не читала. Вот, иначе бы я не выражалась, только пук, сренька, вот так вот. Но я работаю над одним подкастом, как редактор. Он как раз о коммуникациях. Называется он «Дышите, не дышите». Это не реклама сейчас, если что, это реально совет. Это подкаст о коммуникации врача и пациента. Но навыки коммуникативные, которые там предлагаются, они, ну, можно их использовать в жизни. Они универсальны. Да, они универсальны. Там как раз вот про то, как поддержать человека, если там у него что-то случилось. Про навыки совместного принятия решений. Или там, как человеку помочь решить проблему, но при этом не решать за него. Ну, знаешь, когда человек приходит, там типа, вот у меня вот такая вот жопа. Как быть? А ты такой, я сейчас тебе расскажу, как надо. И типа, я лучше знаю. А там надо просто помочь, не решить за него. Ну, и вот много всяких других таких штук. Мне, допустим, очень помогает. В каких-то моментах я понимаю, что я-то как бы немножко-то шарю, как говорить. Ну, в объяснение пока не шарю, да. Но где-то там послушать или там предложить какую-то там помощь. Вот именно правильно так предложить, чтобы коммуникация сработала. Короче, советую, если вы хотите коммуникативные навыки улучшить, подказ «Дышите, не дышите». Вот. Это из-за советов. Я могу посоветовать, чтобы лучше понимать своего партнера и лучше выражать свои мысли, нужно их для начала понять. Потому что одно дело, когда вы обижены на своего парня, другое дело, когда вы понимаете, почему вы обижены на своего парня. Потому что она там написала «Обижаюсь по всяким пустякам». Вот. По каким конкретно и почему. Где эти все пустяки, скорее всего, имеют там, ну, один-два каких-то корня общих. И нужно это проанализировать, нужно немножечко покопошиться в своих ощущениях, в своих эмоциях. Ну да, потому что вы обижаетесь, чтобы что? Да, опять же. Чтобы обратили на вас внимание. Или чтобы он должен понять из ваших обид и не делать так, как он сделал в прошлый раз. Да, да, да. То есть обидами вы, допустим, добиваетесь своего по привычке с детства. Ну, кстати, да, это довольно детское поведение. Конечно. Вообще, по идее, взрослый человек не обижается. Ну, это по идее. Ну, типа, он может злиться, он может расстраиваться, но не обижаться. Ну, я не знаю людей, которые не обижаются реально. Ну, по сути, это... Ну, все мы дети. Ты расстроен. Вот там, либо зол. Ну, то есть обида – это детское чувство очень. Поэтому, да, я бы тоже проанализировала бы вот этот момент. Она еще там написала, что он стал терпимей к нашим различиям. Различиям в чем? Ну, типа, ну, как это влияет ваше различие на ваши отношения? Типа, один хочет пойти на футбол, другая хочет пойти, не знаю, в театр. Ну, самые тупые примеры. Теотипные. Салон красоты. Да-да-да. Салон красоты. На ноготочки. Ну, нет, ну, типа, футбол-театр, где, типа, мы не можем туда или сюда вместе пойти. Ну, блин, сходите по отдельности каждый туда, куда хочет. Или, ну, пойдите на компромисс. В этом месяце... То, что вы вместе, не значит, что вы перестали существовать как отдельные люди. Ну, да. Ну, либо это в быту как-то, может, проявляется. Ну, да. Непонятно, если честно. Вот тоже написала, что он тянет одеяло на себя и интересы своей семьи соблюдает. Ну, это, в принципе, нормально. Не знаю, кстати. Вот здесь тоже, мне кажется, вот этот момент, ну, в какой степени это происходит. Да-да-да. В чем это проявляется? То есть, если он заставляет вас каждый выходной ездить к его родителям и там проводить все выходные, ну, я понимаю, что это может напрягать. А я знаю, ну, типа, есть, знаешь, вот, у родителей дача, им надо помогать туда ездить. Поехали. Да, поедем сейчас. Я хотела, блин, вообще выходной с подругами провести, но я должна пиликать там, не знаю, в какую-то там деревню и копать огород. Хотя я этого не хочу. Но мы должны к его родителям ехать. Ну, меня бы это жутко напрягало. Ну, да, зависит от контекста, зависит от ситуации, конечно. Да, вот здесь сложно что-то посоветовать, потому что непонятно, как это проявляется. Поговорить, учиться говорить, учиться разговаривать, да. Ну, вот один какой-то инструмент мы вам точно посоветовали. Ну, чем больше вы разговариваете со своим парнем по душам, тем лучше это получается со временем. Ну, вот да, да. Плюс, ну, типа, понять источники своих там обид. Что не так, почему вы обижаетесь. Я думаю, что временный какой-то кризис в отношениях, это не повод сразу, да, расставаться там и все такое. Да, 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 конечно. Что там, я не вижу тебя с собой, себя с тобой, вот это вот все. Кризисы в отношениях, это тоже абсолютно нормальная вещь. Отношения имеют разные стадии, и когда перетекает из одной стадии в другую, или, по мнению одного человека, уже бы пора переходить к другой стадии, а другой человек думает, что нет, пока еще мы в этой стадии. Кризис, недопонимание. Ну, бывает такое, да. Ну что, замуж, это вот, жениться тебя тянут. С первого дня. С первого дня. Ну что, а что? Ну давайте-ка все напишем. Да елки-балки. Да как-то, блин. Вика, мы с тобой. Абсолютно все. Да знаю я. Мы иди вот, сейчас добьем. Думайте, я не знаю, что ли, блин. Мы добьем. Знаете, сколько это все стоит, блин. Денег нет. Ну, короче, как бы, мне кажется, важно знать и помнить, что любой какой-то исход вы вывезете, вы справитесь с ним. Ну, вы наладите отношения, перейдете там на новый уровень, отлично. Если вдруг, ну, сложится так, что вы не сможете быть вместе, вы тоже это переживете, вы с этим справитесь, как отдельный человек, самостоятельная личность. На этом ничего там, мир не рухнет, ничего не закончится, поэтому как-то вот так. Как-то оно так. Вот так оно, как оно, вот так оно. Что-то я, вот это вот, к концу подкаста. Душно стало, Дашка уже кипит, если честно. Реально, так душно, просто, вообще невозможно. Да, тут душновато. Вот так теперь разговариваю в этом подкасте. Да, Дашка сошла с ума. Надушнили. Да. Ну что, ты готов заканчивать подкаст, Саша? Я готов заканчивать этот подкаст. Спасибо за успешную коммуникацию. Пожалуйста. С вами были Александр. И Дарья. Всем до скорых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok